Одной из самых могущественных ОПГ России 90-х годов была банда под названием Подольская. Ее основателем и бессменным руководителем является предприниматель из Подольска, почетный житель этого города Сергей Лалакин по кличке Лучок. Лалакин не был судим, однако сообщалось, что он два раза становился участником хулиганских потасовок. Впрочем, дела до судов не дошли. Окончив ПТУ, Лалакин отслужил, а уже после срочки в конце 80-х встал на преступный путь. По информации открытых источников, он вместе с приятелями занимался рэкетом, игрой в наперстки и махинациями с валютой. Но все это были цветочки, которые в будущем сделали из Лалакина криминального аса, способного подкупить целое следственное управление. В истории Подольской банды было немало внутренних разборок из-за борьбы за власть. Однако всех пережил именно Лучок. Все претенденты на роль главы ОПГ со временем отошли в сторону. Под руководством Лучка группировка взяла под свой контроль, кроме собственно Подольска, Чеховские и Серпуховские районы Московской области и большинство находящихся на этой территории коммерческих организаций, в том числе банков, нефтяных компаний и даже продюсерских фирм. К середине 90-х банда стала одной из самых организованных и богатых преступных группировок Москвы. По некоторым утверждениям, Лучок на определенном этапе превзошел самого Сильвестра. А его мнение учитывали многие крупные фигуры, такие как вор в законе Япончик и Атар Квантришвили. Вплоть до середины 90-х Подольские в кровавых боях отвоевывали себе место под солнцем. В ходе криминальных разборок были убиты несколько десятков главарей ОПГ, среди которых Сергей Федяев по кличке Псих, авторитеты Александр Романов, он же Роман, и Николай Соболев по кличке Соболь, руководитель Щербинской бригады, подразделение Подольской группировки Валентин Ребров, авторитет Владимир Губкин, Геннадий Звездин, Пушка, Волгоградский авторитет Михаил Сологубов, Сологуб и многие другие. Примечательно, что у некоторых из этих преступлений были свидетели, которые указывали на Лалакина. Однако ни в одном из этих дел он в качестве обвиняемого не фигурировал. Впрочем, 10 октября 1995 года Лалакин был задержан главной военной прокуратурой России. Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Однако через некоторое время и это дело сошло на нет. В середине 90-х годов криминогенная обстановка в Подольске и его окрестностях стабилизировалась. Это было время перевоплощений, когда бородкам пришлось вылезать из неактуальных спортивок и облачаться во что-то более презентабельное. Тогда Лучок впервые заявил о себе как об успешном предпринимателе. Стало известно, что он вошел в совет директоров ряда компаний и стал теневым учредителем фирм «Союз Контракт» и «Анис». Контролировал Центральный международный туркомплекс, фирму «Аркада» и «Метрополь». На сегодняшний день, судя по данным картотеки, Сергей Лалакин, его сын Максим, а также их компаньоны являются владельцами множества различных компаний, охватывающих почти весь спектр рынка. От продовольствия и кафе до нефтепродуктов, строительства и биржевых операций. Продолжение следует...